Однако даже на начальной стадии регулярного потребления алкоголь меняет внешность человека. Лицо немножечко блестит, лоснится. Это часто увеличение шеи в области подчелюстной. Увеличивается гигантский паротит. Увеличивается подчелюстные, околоушные слюнные железы. Они отвердевают. Терапевт, когда оказался, незаметно проходит по этим областям, мало что может к этому привести. Про руки. Есть контрактура дюпиэтрена. То есть, когда в области ладошек развивается рубцевание ткани, да, и всегда это легко пальцами ощутить. Обычно алкоголики говорят, да что вы, это была травма, я работаю там с лесарем, да, и всегда, ну, рассказывайте. Иногда алкоголь так меняет внешность человека, что ему приходится обращаться за помощью к пластическим хирургам. Если, конечно, к тому моменту у него еще есть на это деньги. Лучше ее не пить. Не будь таких классов. Это проблема, в основном, которая присуща мужчинам. Из-за избыточного употребления алкоголя появляется вначале такое заболевание розоцея, когда мозг как бы красный вначале, там появляются какие-то образования. В последующем эти образования разрастаются, и нос иногда приобретает ужасающий крупный вид. Почему же все это происходит с нами? Да просто потому, что алкоголь, попадая в кровь, вызывает хаос. И чем дольше мы пьем, тем этот хаос все больше нарастает. Если в крови возникают вот такие вот хаотические изменения, в клетках крови, в плазме крови, то, соответственно, такие же хаотические изменения начинают происходить во всем организме. Субтитры создавал DimaTorzok